Добрый вечер, друзья! Я буду последним танцором на нашей прекрасной конференции. Я буду говорить, с одной стороны, про искусственный интеллект, но на самом деле буду говорить о людях, которые мне гораздо более интересны, чем любые технологии. Меня зовут Оксана Силантьева, я руководитель лаборатории мультимедийного опыта Сила Медиа, и мы работаем на пересечении трех больших сфер. Это медиа в широком смысле этого слова, это образование в широком смысле этого слова, и технологии, которые скрещивают, сшивают эти две интересующие нас сферы. То есть мы учим медийщиков, тех, кто создает контент для сайтов, для газет, для телека, причем не важно, что это журналистика, журналистика это маленький кусочек медиа. Мы учим людей из образования использованию медиа как подачи контента, как режиссуре, как структурированию, сторитейлингу, драматургии и прочим радостям, которые Настя тут кусочек уже рассказала. И в этом смысле медиа и образование для нас очень похожие сферы, потому что и там, и там в основе лежит коммуникация живых людей с живыми людьми. У нас могут быть разные тематики, могут быть разные масштабы абстракции, но как передача опыта в образовании, так и передача некого социального опыта в медийной сфере, оно основывается на, собственно, правилах и законах коммуникации. И поэтому, понимая, как человеки из головы в голову пытаются передать друг другу информацию, как они на вот этом цикле передачи, формулирования, выбора формата, выборе платформы, понимании обратной связи, как они теряют кучу смысла на этих кругах, что для медиа, что для образования, очень похожие вещи, и мы можем друг друга так перекрестно опылять. И что в образовании, что в медиа, есть вещи, которые автоматизированные, которые рутинные, загоняются в экселевскую табличку, в алгоритмы. Есть огромное пространство, где говорят, «Медийщики – это такая творческая профессия, вы такие сидите, смотрите в потолок, о чем бы нам сегодня рассказать?» Более автоматизированные профессии, ну, очень трудно придумать. Неважно, хотелось вам, не хотелось, писалось, не писалось, болели вы, не болели, в 8 часов вечера вы должны сдать материал, или в 12.43 вы должны написать материал. То же самое у педагога. Что у него дома творится, что у него происходит с котиком и собачкой, как он ненавидит этих людей, которые пришли в этот класс сегодня или в эту аудиторию. Он должен выдавать достаточно стабильный результат на уровне живой коммуникации. Даже если это зум-конференция, даже если это онлайн-посредник, вы все равно живые люди, общающиеся с живыми людьми. И поэтому в наших профессиях очень часто есть история про выгорание, очень часто история про прокрастинацию. Да-да, конечно, мне нужно сделать этот отчет. Конечно же, конечно же. Вот прямо у меня еще две недели на то, чтобы его сделать. Да, вот уже в воскресенье вечер, завтра в понедельник в 8 утра сдавать. И вот эта прокрастинация, она есть три таких самых, наверное, распространенных причины, почему это с нами случается. В первую очередь, это отсутствие смысла. Если этот отчет бессмысленен, вы не захотите тратить на него энергию и силы, и такие отодвигаете, 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 потом как-нибудь напрягусь и сделаю. Вторая причина, это вы не знаете как. Не хватает навыка, не хватает понимания, не хватает шаблона, алгоритма, чего-то такого, что позволит вам сделать. Вы не знаете, с чего начать. Нет какого-то первого шага. И третья история, это слишком много, слишком много информации, вас переклинивает, мозг не в состоянии. Нам проще понять, что это авторский текст. Коллеги, еще вопросы, комментарии, пожелания? Это Павел. Это все он. Спасибо большое, уважаемые человеки.